Урок пятый. Д. Номер один. Почему у меня нет хобби? Рассказывает Аня Николаева, сестра Лары. Почти у каждого человека есть интересное хобби. Моя подруга Нина, например, интересуется балетом. Она занимается в Новгородском театре. А Вова, друг Лары, не только хорошо рисует, но он ещё и хороший спортсмен. И у нас в семье у каждого есть хобби. Только я не знаю, чем заниматься в свободное время. У мамы, например, золотые руки. Она очень хорошо умеет шить. Я тоже хочу шить. Каждый вечер сижу и шью юбку. Наконец, показываю её маме. Но мама смотрит на юбку и потом на меня и говорит. Аннушка, какой ужас! Нет, думаю я, сидеть и шить – это не по мне. Моя сестра Лара занимается спортом. Она хорошая волейболистка. Она всё время только в спортзале. А я, как только я думаю о спорте, у меня всё болит. Заниматься спортом – это совсем не по мне. Мой брат интересуется компьютером. Сейчас у него есть новая компьютерная игра. Он часто играет в неё. Вот и я хочу играть на компьютере. Как это здорово! Я играю час, два, три. Но потом я не могу спать, потому что я вижу всё время цифры и фигуры. Нет, это тоже не по мне. У папы тоже есть хобби. Он любит читать детективы. Вот и я читаю детектив. Не понимаю, кто, что, к чему, с кем, почему. Нет, это неинтересно. Не понимаю, почему папа так любит детективы. Что делать? Всё время сидеть перед телевизором? Скучно. Заниматься спортом, как Лара? Не люблю. Рисовать, как Вова? Не умею. Фотографировать? Не могу. У меня нет фотоаппарата. Почему же у меня нет интересного хобби? И вот день рождения Ани. Утром папа будит её и говорит. Смотри, Аня, в коридоре сидит твой подарок. Сидит? В коридоре она видит маленькую собаку. Ой, какая она симпатичная. Спасибо, папа. Теперь у Ани есть новый друг. Его зовут Джек. Каждый день она гуляет с ним в парке. Он очень любит играть с Аней. И ей с ним всегда интересно. Как хорошо, что наконец и у Ани есть хобби.